Авторский подкаст Станислава Тарасенко Здравия всем! Это решающий момент. Она не поднимает головы, чтобы дать ему возможность подойти ближе, но он не может. Ему не хватает мужества. Она поворачивается и уходит. Ох, долго я ждал, поверьте мне, очень и очень долго. Я давно хотел вам рассказать о любовном настроении, этом виртуозном мелодраматическом арт-хаусе 2000 года от действительно ценимого мною режиссера, сценариста и продюсера Вонга Карвая. О нем мы еще не раз будем говорить. Любовное настроение – это магнум опус Вонга Карвая, его наиболее обсуждаемая и признанная работа. Главные роли в этом фильме исполняют любимчики Вонга Карвая – гонконгские актеры Тони Люн и Мэгги Чун. И Люн, и Чун снимались еще и в других карваевских картинах. Особенно Люн, он, конечно, самый частый гость в фильмах Вонга Карвая. Премьера этой картины состоялась 20 мая 2000 года на Каннском кинофестивале. Ее съемки заняли аж 15 месяцев. Это действительно много. Фильм снимался на пленку. Любовное настроение обласкана фестивальными премиями. Тут вам и приз за лучшую мужскую роль и даже номинация как лучший фильм года на Каннском кинофестивале. А еще французская премия «Сезар» за лучший иностранный фильм. Премия Европейской киноакадемии. Итальянская премия «Давид» и так далее, и так далее, и так далее. Премий много, но не они важны. Важна сама эта кинокартина. И поверьте, ее стоит посмотреть, и о ней стоит узнать. Любовное настроение с точки зрения всего творчества Вонга Карвая – это важнейший фильм гонконгского режиссера. Он вобрал в себя абсолютно все характерные для него художественные приемы и стили. От меланхолической романтики, от урбанистических пейзажей, от внимания к деталям быта – все это свойственно Карваю. До работы оператора, постановки света, цветовых решений и даже именитого для Карвая гадаровского монтажа. Хотя Карвай настолько велик, его так часто называют современным Жан-Люком Гадаром, что можно вполне говорить и о монтаже карваевском. Да и вообще, как только Карвая не называют. И современным Гадаром, и азиатским Антониони, и Джимми Хендриксом в кино, конечно, это большой-пребольшой режиссер. Любовное настроение – это Вонг Карвай в чистом виде, без всяких мейнстримовых примесей кунг-фу, как это было в его фильмах «Прах времен» или «Великий мастер». И без всяких примесей криминалитета. Вспоминаем его дебютную работу «Пока не высохнут слезы». Любовное настроение – это тонкая, лирическая, запутанная история, и вот обратите внимание, точно в таком порядке – измены и любви. Эта история обильно приправлена метафорами и сенсами, несть которым числа. Этот фильм – песнь для двоих, который, как рекомендует один критик, следует смотреть в одиночестве. Этот фильм – визуализация романтической баллады Брайана Ферри «In the mood of love», давшей название фильму Карвая, но так и не вошедшая в фильм. Кстати, так тонко получается, вот симулякр на симулякре. Смотрите, Брайан Ферри перепевает старую добрую песенку о любви. То есть не он ее сочинял, он ее перепел. И эта песня используется Вонгом Карваем в качестве саундтрека для трейлера к фильму и даже дает фильму название. Однако, в конце концов, фильм не попадает. Вот эти мета или пост или просто модернистские игры очень точно передают суть любовного настроения. Точнее о любовном настроении не сказать. Этот фильм – как иллюзия чувств, как замещение вымышленного, как пересказ чужой любви, воспламеняющий любовь новую. Величие этого фильма в его запредельной простоте и банальности. Но такой простоте и банальности, за которыми кроются бесконечные философские глубины теорий изображения, монтажа, звука, повторения, времени. Ну какой фильм Вонга Карвая без времени? А еще перемен, подсознательного. Знаете, наверное, даже можно предположить, что в любовном настроении кинематографической теории содержится больше, чем в каком-либо другом артхаусном фильме последних 20-30 лет. И вот объяснить это никак невозможно. Сам Вонг Карвай. Вонг Карвай, снимающий фильмы без сценария. И только отдаленно представляющий, чем они должны закончиться. Вонг Карвай, буквально собирающий фильмы на съемочной площадке. Так вот, он действовал с любовным настроением как бы по высшему наитию. Он руководствовался сугубо кинематографическими идеями, голой теорией киноискусства. И в этом и состоит успех любовного настроения. Карвай изобрел язык для выражения сложнейшей кинематографической теории. И он встроил эту теорию в любовную историю мужчины и женщины. Гений. Безусловный гений. Он сделал это убедительно и захватывающе. Ну и ему в этом помог, ведь не сам Вонг Карвай старался. Ему в этом помог чудесный оператор и давний товарищ Карвая Кристофер Дойл. Собственно, актеры Мэгги Чун и Тони Люн. А еще художник по костюмам Уильям Чанг Сукпинг. Костюмы играют большую роль в этом фильме. Ну и прочие члены команды. Любовное настроение это большое кино. Это истинно артхаусный блокбастер, повлиявший на многие современные фильмы такого рода, а еще на мейнстрим и даже на видеоклипы и рекламу. Не зря Вонг Карвай до сегодняшнего дня продолжает снимать рекламные ролики. Это страшно модный и актуальный режиссер, пришедший в мир популярного из капитального абсолютного артхауса. Вонг Карвай говорит, что для любовного настроения он вдохновлялся работами таких мастеров, как Альфред Хичкок и Микеланджело Антониони. Конечно, речь тут идет о двух фильмах этих великих режиссеров. Головокружение Хичкока «Вертиго» и фотоувеличение Антониони «Блоуап». И если вы хотите окунуться в теорию любовного настроения, а я надеюсь, что хотите, тогда вам следует разобраться в теории двух этих великих кинокартин. Кстати, я обязательно когда-нибудь, возможно, седовласым старцем, а возможно, еще достаточно молодым человеком запишу подкасты об этих великих фильмах и о головокружении, и о фотоувеличении. Но пока давайте коротко, бегло, но все-таки по сути. Что же есть в любовном настроении Карвая от этих двух фильмов Хичкока и Антониони? По порядку. В первую очередь, конечно, идея одержимости. В головокружении главный герой, которого играет Джеймс Стюарт, одержим своей бывшей возлюбленной, и он видит ее в новой своей пассии. В фотоувеличении главный герой одержим идеей убийства, которое он якобы, то ли да, то ли нет, запечатлел на пленку. Дальше. Идея сновидчества. Конечно, и головокружение, и фотоувеличение – это сновидчивские, Дэвида Линчевские кинокартины. Даже в самих названиях этих фильмов есть что-то намекающее на сон. Фотография – как некое изображение того, что мы видели, сновидение. Но и головокружение, когда мы не отдаем себе отчета в том, что происходит, когда для нас реальность плывет. Это крайне сновидческие фильмы, которые часто трактуются критиками и зрителями с точки зрения сновидения, фантазии, грезы, мечты. Дальше. Повторяемость. Конечно, в любовном настроении множество сцен повторяются снова и снова. И то же самое мы можем заметить в фотоувеличении и головокружении. Головокружение Хичкока – это главный герой, который хочет повторить свою женщину, снова вернуть ее к жизни. В фотоувеличении главный герой снова и снова повторяет реальность, дублирует ее, пытается через фотографии понять, что произошло на самом деле. Таким образом, мы снова и снова возвращаемся к одному и тому же эпизоду. И фильм Хичкока, и фильм Антониони – это фильмы о повторах. Далее. Мистицизм. Конечно, эти фильмы крайне мистичны. В их основе такая загадка, которая в какой-то момент достигает масштабов загадки религиозной, мистической, совершенно неспособной быть объясненной. Это мистическое кино, причем не только с точки зрения сюжета, но и тем, как оно снято. Опять же, вспоминаем Дэвида Линча или Алехандра Ходоровски. Есть мистические режиссеры сегодня. И у Хичкока, и Антониони получилось снять вот именно что мистическое, сакральное кино. И с точки зрения теории, и с точки зрения, ну, так сказать, практического изложения событий. Сюжета, поведения героев, их психологии. Далее. Фатализм. Кажется, что главные герои головокружения и фотоувеличения находятся во власти некоего фатума, судьбы, рока, и не могут отказаться от пут, не могут от них избавиться, не могут обрести свободу воли. Как будто бы главному герою фотоувеличения Антониони суждено снова и снова фотографировать место преступления, пытаться разобраться в убийстве, но так и не найти доказательств. Что это? И как-то понять. А головокружение – то же самое. Фатализм, с которой во второй раз Джеймс Стюарт, одержимый своей мертвой возлюбленной, встречает ее якобы живой, это ведь не что иное, как злой древнегреческий рок. Может быть, Джеймс Стюарт и пытался бы ему противиться? Да не может. Таким образом, и главный герой фотоувеличения, и главный герой головокружения падают в эту самую бездну фатума. Для них происходящее в фильмах как бы неизбежно. Они не властны над своей судьбой. Фатализм в этих фильмах мистичен. Далее – символизм. Ну, конечно, фотоувеличений символов беспредельное количество. Вспомните только знаменитую финальную сцену этого фильма Антониони. Сцена с мимами, которые делают вид, что играют в теннис. Что может быть более символично по отношению ко всей нашей человеческой цивилизации? Цивилизации притворства и потребления. И то же самое в головокружении. Заколка, копна волос, картина, то или иное место, в котором оказываются главные герои. Все это, конечно же, играет символическую роль в повествовании. Едем дальше. Красочность и головокружение, и фотоувеличение, и любовное настроение. Три этих фильма известны как ярко-красочные кинокартины. Цвета в них такие едкие, такие запоминающиеся. Головокружение и вообще считается одним из наиболее интересных фильмов с точки зрения изобразительного искусства, тех цветов, которые использовал Хичкок. Ему вообще нравилось играть цветом. Вспомните только его знаменитый фильм «Марни». В котором, находясь в состоянии иступления, главная героиня буквально погружается в яркий красный цвет крови. Все пространство вокруг нее, весь экран фильма заливается красным. Ну и фотоувеличение, конечно, это фильм о фотографе, как он не может быть красочным. Вспомните знаменитые сцены, опять-таки, сколько в этом фильме знаменитых сцен, в которых главный герой фотографирует моделей. Ох, в нем тоже и потрясающая одежда, и потрясающие цвета. Последнее в этом списке, но поверьте мне, этот список можно продолжать до бесконечности. Вуайеризм, наблюдение. Ну, в головокружении главный герой – это детектив, который следит за героиней. В фотоувеличении главный герой – фотограф, который тайком фотографирует людей и случайным образом, как он думает, снимает убийство в парке. Любовное настроение тоже построено на вуайеризме, наблюдении, подглядывании. Эти фильмы, как я надеюсь, вы уже догадались, крайне глубоки, с какой точки зрения не подойди. Тут и философия, и всякая теория изображения. Вот и об этом всем я сейчас вам тоже расскажу. Так что одержимость, сновидчество, повторяемость, мистицизм, фатализм, символизм, красочность, вуайеризм – вот сколько всего Вонг Карвай впитал от Хичкока и Антониони. Вероятно, прав был Джим Джармуш, который говорит «Крадите все, что вам нравится, крадите, и не думайте, что в этом есть что-то плохое. Украв что-то хорошее, вы сможете создать нечто прекрасное». Вонг Карвай так и сделал. И так, кстати, поступают истинные киноманы. Любовное настроение – нелинейное кино. Оно собрано из противоречий и схожестей прошлого, настоящего и будущего. Ну а как иначе, учитывая, что время – это главная доминанта в творчестве Вонга Карвая. Знаменитые сцены фильмов, в которых главные герои копируют поведение и разговоры своих супругов – это ж первейшее доказательство многомерности и сложности кинокартины Вонга Карвая. И вот тут, ушки на макушке, я скажу самое важное. То, что эта многомерность и сложность не выглядит давящей, искусственной, она не раздражает зрителя. Наоборот, любовное настроение производит впечатление простого, простейшего фильма, даже слишком простого. Не зря Вон Карвай частенько говорит в интервью о том, что его удивляют интеллектуальные разборы его кинокартин. Сам-то он считает свои фильмы простыми. И от этого, разумеется, фильмы Карвая, знаете, становятся еще более привлекательнее. То есть Карвай не пытается играть в интеллектуала. Мне кажется, он остается честным. В интеллектуалов играем уже мы, зрители, анализирующие его фильмы. Карвай как передатчик, а мы как аналитики. Со своей стороны скажу, что мне ближе всего толкование Вонга Карвая, данное кинокритиком Джейсоном Беллами. Вернее, не Вонга Карвая, а именно любовного настроения. Но тут можно сказать Вонга Карвая, потому что слова Беллами относятся и очень точно относятся ко всему карваевскому творчеству. Вот что Беллами написал о любовном настроении. Каждое действие, каждый кадр в этом фильме лишены ощущения концептуальности, но исполнены душевности. Вот какие точные слова. Концепта тут как будто и нет. А вот душевность, она их прям зашкаливает. И именно через эту самую душевность Вонг Карвай и приводит зрителя к фундаментальному концепту, к многомерной кинематографической теории. Вот скажите, сложно? Да, очень сложно. Потому что просто. Любовное настроение входит в негласную, совершенно условную трилогию из фильмов «Дикие дни», собственно, «Любовное настроение» и следующая картина мастера «2046». Вообще, «Любовное настроение» и «2046» — это фильмы, которые Карваем снимались одновременно. И вот вы можете смотреть их в любом порядке. Можете какие-то фильмы упустить. Можете смонтировать из этих фильмов один фильм. Вероятнее всего, для вас от этого ничего не изменится. Уж таково карваевское творчество. Знаете, как современные, как же они называются? Кажется, мета-романы. Книги, которые ты можешь начинать читать в любом месте. Такие особые произведения самых крутых и навороченных модернистов современности. Вот карваевские кинокартины как бы такие. Сюжет в его фильмах никогда не играл доминирующей роли. В его фильмах доминирующую роль играл всегда сам Вонг Карвай. Также примечательно, что любовное настроение сменило множество названий. Как этот фильм только не назывался. Лето в Пекине. Цветок как годы. Было еще много других названий. И я хочу, чтобы вы обратили свое внимание на то, что фильм Вонга Карвай постоянно меняется, мутирует, мимикрирует. Меняет эти одежды, свои внешние формы. Меняет названия, снимается по-разному. Вот как бы Вонг Карвай создает свои фильмы, как скульпторы, и об этом я еще сегодня скажу, вытесывают скульптуры из камня. Он снова и снова меняет внутренности и внешности своих работ. В этом смысле, конечно, он крайне интересный художник. Крайне. Ну и, судя по всему, до конца выпуска осталось минут пять, а значит, я должен зачитать еще одну цитату из любовного настроения. То время прошло. Всего, что когда-то относилось к нему, уже не существует. Прочитал и можем двигаться дальше. Ну а куда нам двигаться дальше? Как видите, фильм Вонга Карвай по всем пунктам. Этакий конструктор. Сама история работы режиссера над фильмом, как он хотел снять одно, а снял совершенно другое. Вот в это трудно поверить, но Вонг Карвай снял аж тридцать вариантов любовного настроения. Как он постоянно вносил изменения в эту картину. Как из фильма выкидывались тонны материала. В общем, все это свидетельствует о принципиально новаторском подходе Карвая к кинематографу. И этот подход, тут я специально указываю на это противоречие таким способом, он применялся еще во времена французской новой волны Годаров и Трюфо. Если, конечно, не раньше. Разумеется, раньше. Карвай в этом фильме, вот опять вспомню то сравнение, он уподобился каменотесу, вытесывающему невесть что. Вот он стоит над камнем, отбивает от него куски и думает изваять из него, скажем, африканского слона, сидящего в позе лотоса. Однако в процессе работы Карвай настолько увлекается слоновьим хоботом, работает так долго, один день, вторую ночь и так день и ночь напролет, что наконец буквально за пару часов до открытия выставки представление любовного настроения на Каннском кинофестивале заканчивает скульптуру извивающейся змеи. То есть хобот превращается в змею. Точно так же, вот поймите мой пример, Вонг Карвай снимал любовное настроение лишь как часть одной из нескольких историй своего нового фильма. Снимал, снимал, снимал. История его настолько увлекла, что он сконцентрировался на ней одной. И она отпочковалась от остального материала и превратилась в отдельную кинокартину. Это еще, кстати, одна причина того, почему любовное настроение и следующий фильм Карвая 2046 снимались одновременно. Возможно, это вообще должен был быть один фильм. И вот это вот все и есть любовное настроение. Карвай этот фильм мог монтировать целую вечность, если б не сроки Каннского кинофестиваля. Режиссер так и говорит, «Если б не Канны и не моя обязанность подать фильм на фестиваль, я бы его, возможно, никогда не закончил». Ну, и мы подошли к финишу. А значит, слоган любовного настроения. Тут уж я выбрал известные слова героини Мэгги Чун. И вы только вдумайтесь, насколько они глубоки и красивы. Если обращать на вещи внимание, то начинаешь замечать их. Вот какой она молодец, правда? Но после слогана «Должен быть эпиграф» он вспоминает эти ушедшие годы, будто смотрит в плохо вымытое мутное оконное стекло. Вроде что-то и видно, но расплывчато и неясно. Прошлое, ну, конечно, у Вонга Карвая всегда время, это нечто, что можно мысленно увидеть, но невозможно коснуться. Я очень надеюсь, что вам сегодня было интересно слушать про любовное настроение. А надеюсь я потому, что следующий выпуск будет посвящен тому же самому любовному настроению. Да-да, я решил записать два подкаста подряд об этом великом киношедевре Вонга Карвая. И если сегодня мы с вами разбирали эту кинокартину, то в следующий раз будем анализировать миллионы цитат, причастных в той или иной степени к фильму Карвая. Самого Карвая, оператора Кристофера Дойла, актеров, которые снимались в фильме разных кинокритиков. В общем, проанализируем этот фильм от A до Z. Хотя Карвай гонконгский режиссер, я не знаю какая у них там первая, какая последняя буква. Надеюсь, это не важно. В общем, большое спасибо, что слушали. Надеюсь, вам не сильно мешал пес, который почему-то лает у меня под окном. Наверное, он не любит артхаус. Пес, ты глуп. Спасибо, что слушали. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Автор субтитров А.Кулакова